Спасибо большое, прежде всего, организаторам, научному комитету за приглашение и возможность представить свое сообщение. Мое сообщение посвящено вашей презентации. Иммунотерапия рака-ичника, вдруг или враг. Вообще, когда мы говорим об иммунотерапии, в частности, о чекпоинту ингибиторах, то, безусловно, они совершили революцию в лекарственном лечении больных различными солидными опухолями. Некоторые из них долгое время были аутсайдерами, такие как меланома. А в настоящее время мы очень хорошо можем курировать наших пациентов. Но что касается иммунотерапии в отношении рака-ичников, то пока, к сожалению, как монотерапия, так и комбинированные режимы демонстрируют нам несколько ограниченную возможность. Если мы посмотрим на клинические рекомендации, а мы с вами заложники клинических рекомендаций, то здесь единственная когорта больных, которым мы смело можем назначать иммунотерапию, это больные с дефицитом системы репарации неспаренных нуклеотидов или больные с МСА и хай-опухолем. А также то, о чем вчера уже чуть-чуть затронули эту тему, это больные со светлоклеточной карциномой. Рекомендации НССН, они несколько более широкие. И здесь для иммунотерапии пациентов рака-ичников может использоваться не только пембролизумаб, но и достерлимаб. И показанием является не только наличие МСА и хай-опухоли, но и опухоли с высокой мутационной нагрузкой, под которой подразумевается наличие как минимум 10 или более мутаций на 1 мегабазу. Итак, исследования, которые мы уже располагаем на сегодняшний день, это монотерапия иммуноонкологическими препаратами. И вот давайте посмотрим, что мы имеем. Вот, например, нижняя строчка – это исследование дживелин, первая Б-фаза, когда я изучал савилумаб у больных рецидивирующим раком яичников. И посмотрите, медиана, частота объективного ответа очень небольшая, не достигает даже 10%. Медиана выживаемости без прогрессирования всего 2,5 месяца. Причем абсолютно нет никакой корреляции между ПДЛ-статусом, БРК-статусом. Но что было позитивным в этом исследовании, так это то, что в это исследование вошли больные со светлоклеточным раком яичников, и у двух из них был достигнут частичный регресс. То есть действительно больные со светлоклеточной опухолью могут отвечать на иммунотерапию. Примеры аналогичной данной были получены в отношении пембролизумаба и ниволумаба. И вот верхняя строчка – это исследование КИНОТ-100, где изучался пембролизумаб у больных как платиночувствительным, так и платинорезистентным рецидивом. И обратите внимание, здесь то же самое, частота объективного ответа не превышает 10%. Медиана общей выживаемости всего лишь 2 месяца. И получается, что никакие клинические данные, ни линия терапии, ни длительность бесплатного интервала, ни гестатип не оказывают влияние на чувствительность к иммунотерапии, вот согласно этому исследованию. Ну а на самом деле это первое исследование было, которое показало позитивную корреляцию между СПС-статусом и частотой объективного ответа. И здесь было показано, что чем выше СПС, а СПС больше 10, и тогда частота ответа может увеличиваться даже до 17%. Ну а все мы хорошо знаем, всем нам хорошо известно исследование КИНОД-158. Это регистрационное исследование, ну на мой взгляд, это первое исследование вообще в клинической фармакологии, когда препарат был зарегистрирован не по нозологической единице, а по молекулярно-генетическим нарушениям. Вот это исследование, в которое вошли больные различными солидными опухолями, но больные, имеющие микростолидную нестабильность. Среди них 25 было пациентов, которые имели рак яичников с MSI-high статусом. И посмотрите сразу, частота объективного ответа 33%. Ну конечно, это очень и очень ограниченная когорта пациентов. По статистике, не больше чем 8-10% больных раком яичников имеют MSI-high статус. Ну а нам, конечно, с вами хочется помочь максимально большему количеству пациентов. И поэтому в этой ситуации вполне возможно, что значительную роль будет играть иммунофенотипирование рака яичников. Поскольку иммунофенотипирование позволит нам определить более детальный иммунный статус, может какие-то клинические особенности у больных, и помочь персонализировать терапию с применением иммуноонкологических препаратов. Так вот, в 2018 году Янг с коллегами представили свою работу. 900 больных раком яичников было проведено детальное иммунофенотипирование, 48 различных генов были оценены. И в зависимости от этого больные раком яичников подразделялись на 3 иммуномолекулярных подтипа. Первые два подтипа, они были очень похожи между собой, и характеризовались высокой экспрессией CTLA4, PD1, PD2, цитотоксические лимфоциты, CD8, PRF, то есть белки, которые очень сильно реагируют на иммуноонкологические вмешательства, на иммунотерапию. Поэтому вот эти два типа с высокой вероятностью ответят на иммунотерапию. Третий подтип, он характеризовался вообще отсутствием этих маркеров, поэтому назначение иммуноонкологических препаратов для этих пациентов абсолютно бессмысленно, и здесь требуется совершенно иная стратегия, стратегия, вероятнее всего, химиотерапии. Сегодня мы очень подробно стали говорить о том, что очень важно для опухолевых клеток микроокружение. Мы знаем, что микроокружение – это не только процесс, который обеспечивает дифференцировку и пролиферацию опухолевых клеток, но это ситуация, которая может, с одной стороны, повлиять на эффективность проводимой терапии, а с другой стороны, быть причиной резистентности к этой терапии. Так вот, в прошлом году Коломбо представил результаты оценки микроокружения опухоли яичников и показал, что здесь тоже есть три разных типа – так называемая горячая опухоль или иммуновоспалительная опухоль, которая характеризуется высокой экспрессией CD4, CD8 позитивных Т-лимфоцитов, цитотоксических лимфоцитов, и вероятность ответа на иммунотерапию, конечно, вот у этой когорды очень высокая. Два других типа – это так называемые холодные опухоли. У одних есть экспрессия, но она небольшая, и вероятность того, что больные ответят на иммунотерапию, она уже ниже у них. А третий тип – это так называемый фенотип иммунной пустыни, когда вообще никаких иммунозависимых компонентов, поэтому эти пациенты вообще никогда не ответят на иммунотерапию. Поэтому на сегодняшний день, может быть, мы действительно с вами нуждаемся в более детальной оценке иммунофенотипирования, оценке микроокружения опухоли, для того, чтобы персонализировать терапию. Мы все прекрасно знаем, что опухолевые клетки – это достаточно умные клетки, они находят различные пути, чтобы уйти от иммунитета организма хозяина. И поэтому на сегодняшний день стратегия иммунотерапии предполагает комбинацию с различными химиотерапевтическими компонентами, просто с лекарственными препаратами, которые могли бы максимально блокировать все пути размножения опухолевой клетки и потенцировать эффект. Что мы сегодня имеем? Это комбинация антипидель-препаратов с химиотерапией, с антиангиогенными препаратами, комбинация с антисетеля А4 и химиотерапией, безусловно, с парп-ингибиторами, парп-ингибиторы и антивиджифер препараты. И очень такой модный подход на сегодняшний день – это мультимодальный подход, когда используются и иммунотерапии, и антиангиогенные препараты, и химиотерапии парп-ингибиторы. Ну и давайте посмотрим, какие результаты у нас есть на сегодняшний день. Комбинация иммунотерапии и химиотерапии. Химиотерапия – это вообще краеугольный камень для лекарственного лечения больных раком и яичников. Вчера мы уже коснулись немножко этой темы, и действительно химиотерапия, что для первичного, что для рецидивирующего рака яичников, имеет крайне важное значение. В чем такое обоснование комбинации химиотерапии и иммунотерапии? Дело в том, что химиотерапия переводит опухоли в агрессивные, так скажем, в горячие, разжигает их за счет того, что усиливает презентацию антигенов и тем самым повышает чувствительность к комбинаторным компонентам, к проводимой терапии. Так вот, на доклинических исследованиях было показано, что для рака яичников именно доксорубицин является наиболее многообещающим партнером для иммунотерапии, поэтому много исследований было именно с пигелированной формой липосомального доксорубицина. И вот одно из исследований пембролизумапы и пигелированный липосомальный доксорубицин, рецидивирующий рак яичников, вроде бы частота объективного ответа неплохая, 26%, но первичная точка недостигнута, медиана выживаемости без прогрессирования невысокая, всего 5,5 месяцев. Два других исследования, вот исследование дживилин 100 и дживилин 200, где авилумап изучался в комбинации с липосомальным доксорубицином или авилумап изучался вместе с химиотерапией платиновым дуплетом, это и рецидивирующие течения, и первая линия. Здесь то же самое, к сожалению, не показывает никакой прибавки ни в чистоте объективного ответа, ни в показателях выживаемости без прогрессирования. И когда были получены первые результаты, вот исследование дживилин, оно было закончено даже досрочно, потому что не было никакого эффекта в добавлении авилумапа. Поэтому на сегодняшний день концепция однозначно, преимущества добавления иммунотерапии к стандартным режимам химиотерапии абсолютно нет. Следующая стратегия – это комбинация иммунотерапии и антивиджиэфер препаратов. Мы прекрасно знаем, когда бивоцезумаб появился у нас в нашем арсенале, он вошел в стандарты любой линии фактически терапии рака яичников. И вчера такое горячее было обсуждение, жаркое, может быть, уже даже для оптимально пролеченных больных, на поддерживающий этап надо вводить бивоцезумаб. И что мы имеем? Исследования тазолизумаба и бивоцезумаба, рецидивирующие рак яичников, частота объективного ответа всего лишь 15%. Та же самая проблема – нет влияния на показатели выживаемости. Медиана выживаемости без прогрессирования не достигает 5 месяцев. Неволумаб, бивоцезумаб – и платно-чувствительный, и платно-резистентный рецидив. Вроде при платно-чувствительном рецидиве частота объективного 40% ответа, а при платно-резистентном она практически в 2,5 раза снижается. И тоже невысокий показатель выживаемости без прогрессирования и общий. Ну вот среди вот этой тройки исследований, конечно, выделяется комбинация пембролизумаб-племботениб. Илья Анатольевич вчера немножко коснулся этого исследования. Обратите внимание, это больные рецидивирующим раком яичников, которые получали терапию в качестве четвертой линии лечения. И частота объективного ответа составляет 32%. Конечно, мы нуждаемся в проведении такого более масштабного, крупного исследования. Если эти данные будут подтверждены, то, безусловно, эта рекомендация войдет в наши клинические стандарты. Но пока на сегодняшний день комбинация иммунотерапии антивиджи-фер препаратов не работает. По крайней мере, при платно-резистентном рецидиве раком яичников ее назначать бессмысленно. Добавление иммунотерапии к антивиджи-фер и к химиотерапии. Что мы имеем здесь? Вот исследование Атлан, которое было совсем недавно опубликовано. Это сравнение нашего любимого дуплета ТС с бевоцизумабом, плюс-минус, отеза, либо плацебо. Платно-чувствительный рецидив. Большая когорта, 600 пациентов. Посмотрите, показатели выживаемости ничуть не улучшаются. 13,5 против 11, фактически, с половиной процентов. То есть это исследование говорит о том, что совершенно бессмысленно добавлять Атезолизумаб к существующему стандарту. Но вот среди этих исследований, наверное, обращают внимание на себя исследования комбинации Пембра-Бева и циклофосфамида в метрономном режиме. Пароральная форма по 50 мг в сутки. Платно-чувствительный и платно-резистентный рецидив. И здесь, смотрите, частота объективного ответа 60% при платно-чувствительном рецидиве. С медианой выживаемости без прогрессирования больше 20 месяцев. Вот это исследование очень интересно. Я думаю, что мы нуждаемся тоже в более крупном масштабном изучении этой схемы. И вполне возможно, что она тоже найдет свое применение. Комбинированная иммунотерапия. Это комбинация Нива-Ипи против одного Нива-Лумаба. Платно-чувствительный и платно-резистентный рецидив. Мы видим, что комбинированная иммунотерапия, хоть и увеличивает частоту объективного ответа, фактически 31,5% против 12% у больных, которые получали только монотерапию Нива-Лумабом, но, к сожалению, ответ очень короткий. Медиана выживаемости без прогрессирования, она не намного увеличилась, поэтому это исследование тоже оказалось негативным. А вот еще одно исследование. Это исследование было представлено корейскими авторами. Вторая фаза Тисидор-Вулумаб-Трелимумаб в неодевантном режиме. Небольшая когорта, 23%, но обратите внимание, частота объективного ответа 95%. Вполне возможно, здесь эффект оказывает тот самый платиновый дуплет, а не иммунотерапия, поэтому, наверное, требуется детальное изучение и этого исследования. Еще одна группа, парпингибиторы, тоже очень подробно и сегодня разоговорили, и еще будет следующая сессия, посвященная этим препаратам. Это препараты, которые изменили полностью паротидму лечения больных раком и яичников, и что мы имеем в комбинации с иммунотерапией. Пембранива-Париб, платинорезистентный рецидив, частота объективного ответа всего 18%, медиана выживаемости невысокая. Но вот исследование медиола, я о нем чуть позже подробнее скажу, это вторая фаза, где пациенты и с наличием БРК-мутации, и без БРК-мутации получали комбинацию дургулумаба и аллопариба. И посмотрите, при БРК-мутированном объективный ответ 92%, но даже без БРК-мутации объективный ответ почти 34,5%. Конечно, это небольшая когорта, мы нуждаемся в более расширенных исследованиях, но если это будет подтверждено, то нам в будущем придется с вами выбирать, назначать ли эту комбинацию больным, которые чувствительны к препаратам платины, и не вводить в их план лечения препараты платины. То есть надо будет подумать, это платино-чувствительные пациентки без препаратов платины. Ну и вот как раз вот это мультимодальный подход, когда используется сразу и иммунотерапия, парпингибитор, антивиджиэфер и химиотерапия. И давайте посмотрим на эти два достаточно крупных исследования. Первое исследование – это исследование медиола, о котором я уже начала говорить. В принципе, когорты здесь были небольшие. Первая группа – это БРК-мутированные пациентки, которые получали аллопориб и дурвулмаб. Их было 50 в этой группе. И два других рукава – это пациенты, которые не имели БРК-мутации. 30 пациенток в одной группе тоже были на дуплете аллопориба и дурвулмаба. И 30 пациенток в третьем рукаве, который дополнительно надавался еще бевоцизумаб. Больные предлечены, они получили как минимум одну-две линии предшествующей терапии, но не получали ранее парпингибиторов. Конечно, частота объективного ответа, длительность ответа, выживаемость были основными целями. И что мы видим? А мы видим то, о чем я уже сказала. Платина БРК-мутированной пациентки, частота объективного ответа 92%. Но и при этом, обратите внимание, пациенты, которые не имели БРК-мутацию, у них частота объективного ответа 87%. Поисковый анализ в этом исследовании опирался на показатель так называемой геномной нестабильности GIS, который определялся методом полного геномного сиклинирования, GIS-сиклинирование проводилось. Посмотрите, GIS-позитивные пациенты, частота объективного ответа, это уже пациенты, которые без БРК-мутации, у них частота объективного ответа 50%. GIS-негативные пациентки в 3 раза меньше, 16%. А пациенты, которые получили дуплет, добавление бевоцизумаба в GIS-позитивных увеличило до 100% частоту ответа, и у GIS-негативных до 75%. Когда посмотрели на корреляцию в зависимости частоты объективного ответа от PD-L статуса, то на опухолевых клетках PD-L не имел значения, а на иммунных клетках была тенденция к увеличению частоты объективного ответа. Недавно были опубликованы результаты выживаемости в рамках этого исследования, и также обратите внимание, пациентки, которые получали триплет, БРК-негативные, медиана выживаемости без прогрессирования, у них почти такая же, как медиана выживаемости у больных, которые имели БРК-статус и получали дуплет, почти по 15 месяцев, 14,7 и 15 месяцев. Что касается медиана общей выживаемости, то тоже здесь пациенты, которые получали триплет с БЕВАЦИЗУМАБом, 32 месяца, 26 месяцев в дуплете без БРК-мутации, и в группе больных, которые имели БРК-мутацию, у них пока медиана общей выживаемости не достигнута. О чем говорит это исследование? Это исследование говорит о том, что вполне возможно, что БЕВАЦИЗУМАБ увеличивает геномную нестабильность. Если это действительно будет доказано, то тогда благодаря БЕВАЦИЗУМАБу мы можем значимо увеличить эффект комбинации ДУРВУЛУМАБа и АЛОПАРИБа даже у пациентов, которые не имеют БРК-мутации. Каких-то новых точек токсичности не было зарегистрировано, но, естественно, в группе больных, которые получали триплет с БЕВАЦИЗУМАБом, были осложнения, которые характерны для антиангиогенной терапии. Ну и последнее вот это исследование, это исследование, где изучалась эффективность ДУРВУ, БЕВА и АЛОПАРИБа в поддерживающем режиме. Это двойное слепое исследование третьей фазы, 1130 пациенток, которые ранее не получали терапии. Ни по поводу рака яичников, не получали ни химиотерапии, ни парк-ингибиторы, ни иммуноонкологические препараты были разделены на три основных рукава. ТСИ плюс БЕВ и в качестве плацебо был ДУРВУЛУМАБ. В поддержку они переходили на БЕВАЦИЗУМАБ, а плацебо был представленных у них ДУРВА и АЛОПАРИБом. Второй рукав ТСИ, БЕВ, ДУРВУЛУМАБ и в поддержке БЕВ, ДУРВУЛУМАБ, плацебо только АЛОПАРИБ. И вот это самая интересная группа, это третья, где все пациенты получали все оригинальные препараты. ТСИ, БЕВ, ДУРВА и в поддержке БЕВ, ДУРВА и АЛОПАРИБ. И что мы видим? Сразу напомню, что это пациенты, не имеющие БРК-мутации. И здесь было интересно, как работает эта схема у HRD-позитивных и HRD-негативных пациентов. И что мы видим? Мы видим, что триплет в поддержке увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования до 2 лет, 24 месяца. Триплет уменьшает на 37% риск развития прогрессирования. И двухлетняя выживаемость без прогрессирования составила 51%. Это на общую подгруппу. А если посмотреть по HRD-статусу, HRD-позитивный, безусловно, у них показатели оказались еще более высокие. Но и HRD-негативные пациенты, посмотрите, медиана выживаемости без прогрессирования практически у них 21 месяц. На 32% был снижен риск прогрессирования заболеваний. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования у них составила 40%. То есть это достаточно такие хорошие эффекты, которые мы можем взять себе, конечно же, на вооружение. Но, безусловно, этот режим сопровождался больше токсичностью. В основном это гематологическая токсичность была с угнетением, в принципе, всех ростков кроветворения. Но все это было абсолютно ожидаемо, предсказуемо и достаточно адекватно купируемо. А гипертензия, которая характерна для бево-цизумаба, она почему-то даже ниже была в группе триплеты, чем у пациенток в предыдущих рукавах. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать, что, конечно, нам бы хотелось большему количеству пациентов назначить иммунотерапию. Но большинство пациентов все-таки не реагирует на иммунотерапию в монорежиме. Кроме пациенток с МСА и ХАЙ статусом или наличием дефицитного статуса по системе ММР или светлоклеточный гистотип. Очень многообещающими выглядят мультимодальные подходы, о которых мы говорили. Ну и, конечно же, мы нуждаемся в поиске новых прогностических факторов, детальном иммунофенотипировании и оценке микроокружения опухоли для более детальной персонализации терапии и назначения иммунотерапии больше когортебальных. Спасибо за внимание. Спасибо.